Символизм ограничений, в которых оказалось все человечество. Одесский скульптор Александр Милов опубликовал эскиз монумента, который будет установлен в Дубае. 15-метровая скульптура изобразит молекулу коронавируса, вписанную в полумесяц и предположительно будет весить около 9 тонн. Изначально стояла цель сделать образ коронавируса, и со стороны это молекулы коронавируса. Но когда к ней будут приближаться поближе, это, кажется, небольшая планета с людьми, которые держатся за руки. Это такая, может быть, отсылка к маленькому принцу из-за детей. Просто тут людей достаточно много, они там не очень одиноки. Хотя как раз она про то, как все сплочены текущим положением дел, потому что все находятся на дистанции. Всего на скульптуре можно будет увидеть 56 фигур. Каждый человек символизирует различные социальные группы, дети и взрослые, полные и неполные семьи. Люди, состоящие в однополых браках и одинокие среди толпы маленьких фигуры, изображающие детей, лишенных родительской опеки. Когда Александру предложили реализовать подобный проект, он несколько раз отказывался, а позже попытался воплотить идею в шуточном формате. Впрочем, после нескольких предложенных идей он остановился на более глобальных смыслах. Молекула будет вращаться, подобно нашей планете. В темное время суток подсвечиваться, создавая танец Солнца и Луны – основных символов мироздания. Она сама по себе интересная, я бы с удовольствием заморочился. Мне тут уже не столько важен коронавирус, сколько попытка. Ну, как, знаешь, это когда уже рождается что-то, хочется это все-таки довести до конца. Скульптура Александра Милова уже знакома Одесситам, а в 2015 году он представил свою композицию «Любовь» на американском фестивале «Бернинг Мэнк». Ее копию жители Суворовского района могли видеть около бывшего кинотеатра «Звездный». Позже в Одессе появились еще несколько его работ. «Ангел на крыше», «Завода стальканат» и «Огонь баба на пересыпи». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова